Всем привет! Друзья, наше большое путешествие, все курорты от Новороссийска до Сочи набирают обороты. Доехали до Нового Михайловского. Здесь сегодня планируем ночевать. Ну и все по порядку. Все расскажем, все покажем. Лайки, отдыхайки приветствуются. Начинаем! Заехали, припарковались, ищем, где будем ночевать. Увидели вывеску. Алло, здравствуйте! Подскажите насчет жилья в Новомихайловском. Звоню. Двое детей, двое взрослых. Дети 11,7 лет. Сколько будет стоить на одну ночь? Ой, вы знаете, вы лучше туда сейчас едете, да? Вам сейчас надо? Вот вы подъедьте туда, пожалуйста, на место. Ну, мы на месте. Вот мы увидели вывеску сейчас. А, ну зайдите во двор тогда, тем более. Да, хорошо, сейчас зайдем. Я только сейчас не там. Покричите хозяев там, Илья должен быть или Оксана. Я понял. Хорошо, сейчас разберемся тогда. Спасибо. То есть и раскладушку, да? Сюда можно, да, будет поставить? Как не поместитесь, а потом стоит? Сплит. Парковка во дворе дома. Я думаю, нам места должно хватить. Но цена 700 рублей с человека, то есть 2 800. Наверное, все-таки дороговато нам одну ночь перекантоваться и с утра стартовать. Ну, можно сказать, это первая линия, то есть море здесь очень близко. Звоним еще один вариант. Нашли в приложении. Какое? Островок. Алло, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, насчет жилья в Новомихайловском. Звоню на Островке, на сайте. Нашли ваш гостевой дом. Все верно, 1800 с бассейном. У нас двое взрослых, двое детей. Это когда? Что еще раз? На какое время? Ну, сегодня нам на сутки, на одну ночь. Не, не верно. То есть можно подъезжать. Номер телефона на всякий случай. Где он? Куда звонили? 8-918-373-72-44. Ну, сейчас едем туда. Если остановимся, то уже покажем его более подробно. Ленина, 23 адрес. Приехали, припарковались. Не знаю, как с парковкой здесь во дворе. Ну, вот так выглядит наш гостевой дом со стороны. Это мы удачно заехали, если честно. Только что перед нами съехали. Одна двухспальная кровать, две односпальные. Сплит есть. Это, конечно, плюс правила проживания. Санузел. Ну, искупаться можно будет. Ну, и также пойдем покажу вам сам двор. Будем купаться в бассейне? Ну, уже, наверное, пойдем погуляем. Придем завтра с утра или когда будем купаться. Разберемся. Водичка, конечно, теплая. Гораздо теплее, чем на море прогрелась за целый день. Спросил, конечно, можно заехать, припарковаться. Сколько, не знаю, машин 7-8 точно здесь поместятся. Собака. Ну, собака самое главное. Куда без охраны, да, братуха? Кухня, шкафчики номер 3. Это наш шкафчик. Не знаю, понадобится он нам или нет. А посуды нет. Сейчас уточним по этому поводу. Микроволновка. Холодильник. Тоже под номерами у нас свой отдельный. Ну, и так, где кушать, можно приготовить чайник. Посуду помыть. Про тарелки сейчас узнаю. Ну, по поводу посуды. Сказали, само собой разумеющееся. Все прилагается. И более того, еще уточнили, есть 2 трансфера в день. То есть, если вы захотите посетить пляж, то с утра до обеда вас отвезут, привезут по договоренности, по времени. И точно так же вечером сделают. Это абсолютно бесплатно. Это входит в стоимость номера. Сказали, отсюда до пляжа, в принципе, можно пешком пройти гораздо короче, нежели ехать на машине. Поскольку пляж находится по левую сторону реки, а мы сейчас по правой. То есть, если ехать на машине, объезжать. Ну, мы привыкши к таким путешествиям. Поэтому едем на машине уж сильно привязаны мы к ней тут и зарядки и прочее, прочее, прочее. Передвигаемся на пляж. По поводу парковки возле пляжа. Максимально близко припарковаться не получилось, как бы мы этого не хотели. Так, два круга навернули, чтобы хотя бы как-то поближе встать. В прошлом году, напомню, парковались возле пятерочки. Хотя, говорят, что мало отдыхающих в этом году. Не знаю, машин больше. Река не чипсуха. Мужики рыбалят рыбу. Рыбаки внизу ловят окуня. Рыбаки внизу ловят окуня. Окунь очень вкусный, пожарю я. Чего? Тебе на большую цену советуют идти. Первое интересное, что встретилось на пути. Картошка фри 100 рублей за 100 грамм. По-деревенски 100 грамм 100 рублей. Наггетсы 70 рублей. Крылышки куриные 90 и луковые кольца 60. Фрукты, овощи. Наши любимые медовые абрикосы 220 рублей. Персики 190, сливы 200, 350. Колхозница 170, дыня 150. Колхозница Узбекистан, точнее. 70, 60. Картофан и помидоры по 130. Наш любимый молочный улун 250 рублей. Также еще появился дынный улун, а также 250. Остальные чаи по 150. Здоровый сон, понравился. И что, здорово спал? Я не знаю. Пастила 100 грамм 80 рублей. И решили взять специи. Мы любим плов готовить. Мы взяли барбарис и зиру. Получается вот такая мерная ложка. Стоит 50 рублей. Ну, полная сборка. По поводу блюд на мангале. Свинина 130 рублей. Ну, и также весь прайс. Да, частенько к вам заезжаем. Это самые дешевые. Самые дешевые молочные коктейли? Дешевле не видел? Да. Ну, возьмите тогда парочку. Лаваш из тандыра 70 рублей. Свежайший аромат пошел. Ай-яй-яй. И также он вывеска. Домашний сыр брынза. 1 килограмм 400 рублей. Пиранья терапия. 10 минут 300 рублей. 20 минут 400 рублей. Вышли на набережную Новомихайловского. Прогуляемся немного здесь. Ну, и, конечно, будем искать место, где прибомбиться, искупаться на море. Или с моря начнем, а здесь возвращаться будем по набережной. Давайте, наверное, с моря начнем тогда. Так, две игры 100 рублей аэрохоккей. Сразу на входе на пляж, экскурсии. Обратили на это внимание. Абхазия, что интересует многих. 4 тысячи, ну, получается, вечером выезжают. 21 там чем-то с утра уже на границе с Абхазией. Проезжают и к вечеру следующего дня возвращаются. Стоит 4 тысячи. И также экскурсия в Абрау-Дирсо. 3 тысячи рублей там с дегустацией. Там целый маршрут. Сколько стоит, Андрюха, бананы? Что происходит? Я думал, война началась. Такие крики. Конечно, не все любят такие крики на пляже. Сколько стоит, Андрей? 400 банан, 500 таблетка, аква или как там, гидроцикл. Ну, гидроцикл. 2 тысячи и... 10 минут. И получается этот, катамаран 700 рублей чар. Ну, 700 рублей это нормально. Да, говори. Мы купили чашки, неверполь и реал. Хорошо. Начнем с количества людей на пляже. Малолюдным сегодня вот точно не назовем. Нравится кому-то это, не нравится. Но людей здесь более чем предостаточно. Чистейшее море. Чистейшее море. Давайте обратим внимание, насколько чистейшее. Конечно, почищено, чем в Лермонтово. Но не кристально чисто. Пойдем прогуляемся дальше. Ну, все говорят, что в этом году меньше отдыхающих. Чем они руководствуются, мне интересно. Машин предостаточно. Отдыхающих на пляже тоже больше, чем предостаточно. Так в некоторых местах бочком приходится проходить. В общем, идет курортный сезон полным ходом. Это мое личное заключение. Андрей сегодня выбирает, где бросать якорь. Бросай якорь, Андрюха, выбирай. Мы так договорились, кто несет пляжные принадлежности, там полотенце и прочее, тот и выбирает место. Ну ладно. Надувная горка спуск. 300 рублей 10 минут. Покататься, ну, только детям, взрослым нельзя. Че, Андрей, где? Здесь? Ну давай, сегодня на первой линии расположимся. Наш юный эксперт сегодня первый побежал. Серега, ты куда? Подожди меня. Глубоко? А теплая вода, Серега? Да. Давайте ее замерим. Начнем, как всегда, с воздуха. Согласно Гидромет Ютуб, папа может центру. 26,9, то есть округлим 26,8 градусов. Не будем округлять. На нашем канале только самая точная температура. И буквально сегодня написали мне в комментариях, что этот электронный градусник, он не точный вообще. Вот сейчас у нас тут утка плавает. Это обычный термометр и электронный. И посмотрим, есть ли между ними разница. Смотрим, 25,8. А, паренек, чуть не залил. Давай, утка что показывает? 25. 25, ну какими-то копеечками. То есть, ну если полградуса разница, то это небольшая. Раздеваемся. Андрей говорит, большие крупные камни здесь. Ну, острые. Ну, я не знаю, сейчас я достану вот это, разве острые? А ну-ка, порезал? Серега, нормальная водичка? Здорово. Попись, попись. Так, ну что, занырнем. Посмотрим, что будет из глубины, какая прозрачность воды и какое дно. Тогда классическая панзай! 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 Конечно, наша традиционная оценка еле собрал подводную команду. В воде действительно сегодня теплее по факту. Начнем с воды. Мне вода понравилась от Архипки до Новомихайловского. Здесь, по крайней мере, самое чистое. Но далеко до идеала. Я оценю на 4 жирных балла. Берег понравился. То есть мелкие камни. Можно комфортно расположиться. В общем, что мы и сделали. Поставлю 4 с плюсом. А вот дно не очень понравилось. Здесь такие камни покрупнее встречаются. Уже как-то, наверное, 4 с минусом. Тот песок, который я показал, он уже на глубине метра три. Поэтому ногами вы его вряд ли ощутите. Давай, Андрюха, что ты скажешь? Вода четверка, но тройка и берег четверка. Да? Серега, давай ты что скажешь? Рост я скрыл через... Рост? Где? Вот эта горка, где прыгает. Да? Да. Я там скрыл рост. Дальше. Давай, воду оценивай. Вода 4 с жирным плюсом. А что еще? Берег, дно? Одного, ну... Четверка. Четверочка. Четверочка, да? А... Десять, пятерка. Все. Ну, свой рост я скрыл примерно метров через восемь. Так довольно быстро, глубоко становится. В общем, такая оценка, все традиционно. Идите или греться, или купайтесь дальше уже. Да, греться. В это время и на этом месте мы попрощаемся с пляжем. И пойдем прогуляемся по набережной. Столовая с пылу, с жару, извиняюсь. Давайте зайдем, посмотрим. Цена вообще, конечно, надо где-то перекусить. Наше персональное меню. Это отбивная с макарошками. Два хлеба. Два хлеба. Дальше. Что это, Надя? Пюре с печенкой. Пюре с печенкой. Две крошки. Салат. Один компот. Один чай. Два кофе. Еще кусочек хлеба. Вышло 830 рублей. Приятного аппетита. Наш традиционный отзыв решили сделать на улице. Что скажет Серега? Кушала крошку. Окрошка три с плюсом. А компот пять. Вот так, да, Андрей? Макароны, они без соли совсем. Пошлось досыпать соли. Но я чуть пересолил, поэтому и невкусно. Ну, четверка. Отбивная переперченная. Тройка. Ты переперчил? Нет. И, ну, чай вкусный пять. Мне салат понравился. Печенка тоже понравилась с пюрею. Ну, а мне наоборот, крошечка зашла. Не знаю, чего Сереге не понравилось. Освежает. Моя оценка будет пять с минусом. Такой отзыв, в принципе, мне, например, в этой столовой понравилось. Кому как. Мне тоже понравилось. Мы тут уже не первый раз. Да, мне тоже. Идем гулять дальше, пока солнце окончательно не скрылось за горизонтом. Потихоньку начинается вечерняя жизнь в каждом кафе. Море, рестабар, живая музыка, судя по всему. И так, проходя возле каждого кафе, зовут, выходят, говорят, что у них лучше всего самая интересная вечерняя программа. Как и везде. Да, как и везде, как на каждом курорте. Тут уже свой музончик играет. Вообще, в целом, не сильно длинная набережная, то есть не вдоль всего побережья армянский сникерс. Интересно, сколько стоит. А сколько черчхела стоит? 80 рублей. В принципе, как и везде. Когда приезжали в прошлом году, то отмечал, что здесь самые дорогие чебурики на побережье. Тогда стоили они 150 рублей. Сейчас везде практически 150. Посмотрим, сколько здесь. И одно из интересных мест, которое можно посетить, будучи отдыхая в Новомихайловском, это Океанариум. Не знаю, что случилось с акулой. Кто-то ее покромсал. Другая акула побольше. Да? Да. Так, что у вас? Бабочки. Выставка бабочек 400 рублей. И Океанариум цена билета также 400 рублей. Только вроде покушали, решили еще немного подкрепиться, добить сладеньким, так сказать. Взяли мороженое мягкое, стоит 100 рублей. И также коктейли 0,5, 100 рублей. У тебя персик дыня, да? Сокращенно пердыня вкус. У тебя, Андрей? А у меня шоколадный орех, шоколад-орех и бабульку. Шок-орех-гум, да? Да. Ну, теперь здесь повернем на лето. О, это же страшный сон каждой женщины, которая приедет на курорт. Узнай свой вес. 20 рублей. А вот и чебуреки. На сегодня стоят 180 рублей. Тамца 150. Астинский пирог пятихатка. И еще шашлык, свинина 140 рублей. Курица 100 рублей за 100 грамм. Ну, и также весь ресурант остальной. Курочки на каруселях катаются. Сколько курочки на каруселях, которые катаются, стоят? Штучка или килограмм? Одна. Одна штучка. Ну, катаются очень аппетитно. Цены на шашлык здесь. Ну, чё, как, Серега? Пердыня вкусная? Очень. Чё, корешок-орех как? В общем, так могу подвести небольшой итог по поводу перекуса, общепита в плане шаурмы там и прочего. Здесь гораздо дороже, нежели на других курортах. Даже на соседних. Сейчас планируем запустить прямой эфир. Подходим к машине, где мы припарковались. Конечно, можете посмотреть этот эфир в записи. А вам покажем полноценный обзор. То есть, всей набережной там видим какие-то карусели крутятся. То есть, прогуляемся по ту сторону реки Нечипсуха. Ну, а к вам вернемся уже завтра. Покажем, как выглядит гостевой дом. Как мы там время проводим и так далее. Доброе утро, люди добрые. Проснулись. Ну, можно сказать, выспались. Чем мне не нравится ночевать в гостевых домах? Потому что окна зашториваются и просыпаешься. Сразу не можешь сообразить. Можно просыпаться или это еще раннее утро и можно спать дальше. Вот здесь мы позавтракали. Как я показывал вчера кухонную зону. Андрюха во все плескается. Ну, что, нравится тут? Смотри, я сейчас буду хорошо. Что? Ничего не понял. Но очень интересно. Что, отдельно? Да. Замерим температуру в бассейне. 26 градусов. В принципе, нормальная температура. Нет, холодно. Холодно. Говоря о минусах этого гостевого дома, ну, наверное, одно замечание будет. Немного пахнет сыростью. Скорее всего, зимой это помещение не отапливалось. Ну, оттуда и это проблема. Ну, думаю, это тоже решаемо. Если потеплее сейчас проветрится, все это исчезнет, этот запах. Ну, мы одни из первых, получается, кто заселялся второй или третий там в этом сезоне. Еще кровати скрипят. Да? Ха-ха-ха. Сереги свои замечания. Ну, начинаем потихонечку собирать вещи. Съезжаем. Двигаемся дальше. Следующий курорт на нашем пути будет поселок Ольгинка. Ну, естественно, это другая история, другое видео. Понравился обзорного Михайловского? Был полезен? Интересен? Познавателен? Поддержите лайками, отдыхайками, если до сих пор этого не сделали. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Всегда постараемся ответить. Подписывайтесь на канал. Колокольчик, колокольчик, чтобы смотреть наши новинки первыми. Обняли, приподняли, поставили. Увидимся. До новых встреч. Отдыхайте тоже с ютуб-каналом. Папа может!